Привлекли в баскетбол много спортсменов и любителей, использовали всю существующую инфраструктуру, воспитали много перспективных игроков. Но они разъезжаются по стране, в Крае условий нет. Это аргументы Павла Турина. Он подал в отставку, потому что уверен, за 17 лет сделал все, что мог для развития баскетбола. Может быть у Края в принципе нет таких ресурсов и надо просто согласиться с этим, сказать да. Вот это наш предел и не нужно надеяться на какие-то высоты. Это все, что мы можем себе позволить в этом виде спорта. Давайте этим ограничимся. Ну, знаете, когда набираешь темп, останавливаться очень сложно. Наверное, я себя исчерпал как руководитель федерации, потому что потенциал я вижу огромный у баскетбола. Мы сделали главное. Мы вовлекли сюда огромное количество людей, которые любят баскетбол. Все, в том числе министр спорта региона, согласились. Клубу «Алтай-баскет» просто не хватает средств. Чтобы заработать, Тулин вместе с федерацией предлагал построить серьезный спортивный объект, который бы объединил баскетбольную спортшколу, клуб и массовый спорт. Он приносил бы деньги на развитие «Алтай-баскета», а к тому же все действующие площадки, по мнению представителей федерации, не подходят для тренировки профессионалов. Тулин напомнил и о частых разногласиях с Краевым министерством спорта. Мы должны объединить усилия школы и профессионального клуба. Нельзя их искусственно разделять. По сути дела, Алексей Анатольевич не даст соврать, отчасти где-то здесь мы разошлись впервые в отношениях к баскетболу, когда не поняли друг друга, для чего в составе клуба нужна школа. Мне всегда казалось, что это должно быть три фигуры – школа, клуб и федерация. Посмотрим сейчас, насколько это было правильное мнение по прошествии какого-то времени. Министр подтвердил, смена правления федерации и клуба, возможно, действительно даст импульс развитию баскетбола в крае и даже поможет привлечь внимание инвесторов к «Алтай-баскету». Ситуация 2019 года у нас, похоже, была в хоккее. Мы объединились с бизнесом. Сложно, но на сегодня можно говорить о том, что уже какой-то результат вырисовывается. По большому счету, не надо, наверное, делать трагедию, да? Эстафетная палочка, как бы дать возможность попробовать и другим методам, другим стилям. Нового руководителя федерации решили выбирать внутри баскетбольного сообщества края. И Алексей Перфилев подтвердил, что давления со стороны министерства в этом вопросе не будет. А пока исполнять обязанности руководителя будет член федерации Юрий Слуянов. Он, как и многие другие участники, был не готов к таким изменениям. Нет, я вообще всем задаю вопросы. Всем задаю в руки. Что я должен быть? Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.